Несмотря на снижение количества происшествий, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий значительно возросла. Более подробно смотрите далее. За 2018 год на территории Амурского района зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 76 получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на принимаемую госавтоинспекцию совместно с другими заинтересованными органами, организациями и общественными объединениями меры, количество погибших в ДТП людей не снижается. В 2018 году рост количества смертельных травм, полученных в происшествиях, по сравнению с 2017 годом составил более 65%. По-прежнему 90% от общего количества происшествий происходит вследствие нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. По вине водителей в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 25 человек были ранены. По категориям участников дорожного движения пострадавшие распределились следующим образом. Погибли 4 водителя транспортных средств и 28 водителей были ранены. Погибли 4 пассажира транспортных средств и 28 также были ранены. Погибли 2 пешехода и 18 были ранены и получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях 2 велосипедиста. Основное количество происшествий совершено водителями транспортных средств в возрасте от 30 до 40 лет. Это 21 дорожно-транспортное происшествие, в котором 5 человек погибли и 33 получили травмы. Водителями в возрасте от 40 до 50 лет совершено 11 происшествий, в которых 5 человек погибли и 11 ранены. Водителями со стажем управления транспортными средствами до двух лет совершено одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек был ранен. Со стажем от двух до пяти лет пять происшествий, в котором один человек погиб и восемь были ранены. От пяти до десяти лет семь происшествий, от десяти до пятнадцати лет девять происшествий. И наибольшее количество происшествий совершили у нас водители со стажем управления транспортными средствами свыше пятнадцати лет. Это 29 происшествий, в которых 8 человек погибли и 39 человек получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей мужчин зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 66 человек были ранены. По вине водителей женщин зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек были травмированы. Самыми распространенными видами дорожно-транспортных происшествий на протяжении уже многих лет остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. А причинами аварийности на дороге являются такие – грубые нарушения правил дорожного движения, как несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, несоблюдение очередности проезда, непредоставление преимущества в движении пешеходам и нарушение правил дорожного движения самими пешеходами. Основное количество дорожно-транспортных происшествий, то есть пик, приходится на выходные дни на период времени с 18 до 21 часа. По территориальности в городе Амурске у нас зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 33 были травмированы. В населенных пунктах района, таких как поселок Эльбан, село Вознесенское, станция Мылки, 12 происшествий, в которых 15 человек получили ранения. Происшествия же с наиболее тяжкими последствиями регистрируются на автодорогах района. 15 происшествий, в которых 8 человек погибли и 27 были травмированы, причинами которых в основном является несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям и выезд на полосу встречного движения. За 2018 год личным составом отделения Госавтоинспекции Амурского района выявлено 9 323 нарушения правил дорожного движения. Из них задержано 369 водителей в состоянии опьянения, 365 водителей, управлявших транспортом, не имея права управления транспортными средствами, привлечены к административной ответственности 265 пешеходов, 235 водителей были лишены судами права управления транспортными средствами. К административной ответственности в виде административного ареста были привлечены 175 водителей транспортных средств. Стоит отметить, что в зимнее время необходимо быть особенно внимательными, так как к зачастую плохим метеорологическим условиям присоединяются такие неблагоприятные факторы, как наличие на проезжей части дороги снежного наката и гололеда, при которых водителю значительно труднее остановить свой автомобиль, так как тормозной путь увеличивается троекратно. Даже если вы полностью уверены в отличном техническом состоянии своего автомобиля и в своих навыках вождения автотранспорта, не стоит недооценивать ситуацию, ведь дорожная обстановка меняется ежеминутно, а для совершения дорожно-транспортного происшествия достаточно всего нескольких секунд. Так что как от водителя, так и от пешехода требуется постоянное повышенное внимание во время нахождения на дороге. Уважаемые участники дорожного движения, вспоминайте периодически классическое выражение «тише едешь, дальше будешь». Берегите себя и своих близких.